БАН! БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО! БАН! Всем привет! На связи как всегда ChainZow. Сегодня я подготовил для вас видос, где собрал крафт за 500, 5000 и 50000 монет. В общем, с вас лайк, подписка и погнали! Первый крафт. 500 монет. На этот раз я собрал дробовода на очагах. Сразу скажу, что мне данный билд понравился. Он мне большой и очень комфортный для игры. Что есть вообще на данном билде? 3 очага, 2 синих радиатора, синий инвиз, генератор на 1 энергию, 4 колеса особой редкости, кабина рык и двигатель же скач. Название крафта, как всегда, в видео и в описании. Оценивать годность того или иного билда я буду, как всегда, по личным впечатлениям от игры. 4700 Ом. Хорошее количество хеллспоинтов. На крафте есть утюг, который, кстати, в скором времени собираются нерфить. Будет ли он эффективен после обновы? Поживем, увидим. Пока о чем-то конкретном говорить сложно. Очаги спрятаны вглубь крафта и закрыты со всех сторон. Вы быстрее лишитесь всей брони, чем вам отобьют оружие. Также меня очень сильно порадовали хаверасты на таких очках мощи. Включаешь инвиз, подъезжаешь к ним с любой стороны, цепляешь их рогами и плюс один легкий фраг в твою копилочку. Еще мне очень интересно посмотреть, как будет играться пачка таких дробоводов. Мне кажется, это будет разрыв рандома и не только его. В общем, данный билд я себе точно оставлю. И как только соберу все комплектующие, сделаю себе такой же крафт на пути новичка. А мы переходим ко второму билду за 5000 монет. Хотел собрать что-то не только для рандома, но и для КВ. В общем, второй билд на сегодня это у нас огневки на ховерах. Кабина гарпия, генератор на 2 энергии, фиолетовая быкашка, инвиз и исполин. Ом данной шутковины 9000. Насчет КВ, если честно, я не знаю, насколько этот крафт будет эффективен на начальных лигах и будет ли эффективен вообще. Потому как даже в ржавчине встречаются челики на реликтах, а про легендарки я вообще молчу. Оценивал я данный билд исключительно в рамках рандома, поэтому про КВ это лишь мои предположения. Что могу сказать по данному крафту? К нему нужно привыкать, билд достаточно тяжелый и геймплей на нем отличается от игры на сверчках. В рандоме на 9 кОмов много игроков с газгенами и всем вот этим прочим. И тестируя данный билд, были ваншоты, причем достаточно часто. Также для таких очков мощи на данной сборке я считаю нормальное количество брони, поэтому иногда можно даже танкануть. Но помимо всех этих плюсов, есть еще пару минусов. Это дробоводы и дроновозы с аннигиляторами. Все это доставляет неудобства. Как я сказал выше, крафт относительно рандома достаточно тяжелый, поэтому хорошей маневренности от него сложно добиться. Если оценивать комфортность игры на данном билде в условиях рандома, то я бы поставил 5 алабаев с 10. Ну, как-то что-то не очень. Я бы не сказал, что дело в огневках или в крафте, просто для рандома нам, во взгляд, нужен маневренный билд, чтобы, как говорится, ты мог быстро сделать дол-дал-ушел. И если мы говорим про огневки, то, например, можно взять вот такой билд, 6800 Ом. Те же три огневки, та же гарпия. Но тут уже сборка гораздо маневренней. Возможно, сейчас полетят комменты по типу фу, педобир и так далее. И знаете, я не отрицаю, что у ховеров больше преимуществ над колесами, особенно в рандоме на таких очках мощи. Но вы тоже должны понимать, что на подобных ховер-сборках играть не совсем так просто. Важно уметь правильно двигаться по карте, мансить, следить за радаром. Ведь один хороший и точный выстрел или пропущенный дробовод с инвизом, и можно сказать, что ты наигрался. Так что в данном случае это далеко не педобирство, это, так скажем, особенности баланса. Классно оправдался, да? В общем, по крафтам. Тут есть еще бочки, то есть получается, можно вывозить бензин. На таких омах взрывоопасные модули у противников тоже присутствуют. Соответственно, хорошим попаданием можно запросто кого-то взорвать. Если сравнить билд на 9К и на 6800, то я отдам предпочтение второму крафту. Все-таки для меня в рандоме на ховерах важна маневренность. Единственное, что на первом билде можно попробовать в квешку пойти. Но, как говорится, это совсем другая история. Третий билд. 50 тысяч монет. И получается 3 реликта. Выбрал я дикобразы. Для рандома, на мой взгляд, это очень лайтовое вооружение. Но тут важно уточнить, что крафт полностью взят с выставки. Потому как это пресс-аккаунт. И собирать что-то свое в данном случае я не вижу смысла. Ведь на пресс-аккаунте выставка не работает. Название крафта также вам оставлю. Но я думаю, у тех, у кого уже есть 3DK-образа, давно и есть подобного рода билд в своем гараже. На крафте у нас получается 3DK-образа, 5 ховеров, гарпия, исполин, доплер, 2 фиолетовые боевые кладки и фиолетовый инвиз. Как я уже сказал ранее, вооружение достаточно фановое. Засираешь все, что видишь и подкрадываешься в инвизе к врагам. Помимо всего прочего, можно ходить на данном билде в рейды. Легкое и дорогое прохождение получается. Не знаю, что еще можно сказать про дикобраз для рандома. Дорого, весело и много урона. Я думаю, этим все сказано. В общем, такой получился ролик. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пишите ваше мнение по поводу этого видоса в комменты. Всем удачи и пока, друзья. Продолжение следует...